Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава ППСС! И сегодня у нас на разборе, скажем так, а даже не на обзоре, популярная линейка с форума под названием ДЭЦ. Да, замечательной жидкости от замечательного человека Артема. Которую я толком буду лично за все свое время парения никогда не пробовал. Да, я с Артемом общаюсь достаточно давно. Жидкости его на форуме представлены с 2015 года. Товарищ очень контактный. Вообще, товарищ молодец. И сейчас мы все попробуем. Но не все, не все. Я так понимаю, что сортимент у товарища как бы богатый. Да, сортимент достаточно большой. Я, грубо говоря, взял то, что мне было интересно. То, что я не пробовал, за исключение вот Green Manga, который почему-то не ДЭЦ, а Попс. Но это, видимо, издержки 2015 года. Еще с тех времен все идет. Поэтому взял то, что я не пробовал у Артема. И вот сегодня мы это попробуем. И вы узнаете, что это будет. И пока вот у нас профессор начнет. Фисташка. Я немного расскажу, что это и о чем. Жидкость 50 на 50. Крепость 3 или 6 на выбор. Большая крепость по запросу. Там уже Артем сам определиться получится, не получится. У него стоимость вкусов ДЭЦ 100 миллилитров стоит 350 рублей. И 100 миллилитров зеленого манго стоит 400 рублей. О, надо же. Вот. Также у него периодически бывают всякие ладошки, всякие акции. Вот сейчас есть акция 3 любых, 3 любых пробника по 30 миллилитров, но только 3 миллиграмма всего за 500 рублей. При этом присыл не включен. В общем, попробуем. Первый вкус и мне прямо даже, нравится. Это фисташка. Это фисташка с табаком, по идее. У нее вот это вот чуть-чуть такая горьковатая подложка есть, да, табачная, собственно говоря. А в целом, ну, блин, ну, фисташковые орехи отлично чувствуется. Ну, да, фисташка, хит-продаж. Насыщенный вкус жареной фисташки с табачным фоном. Ну, сейчас послушаем, что у нас. Единственное, что здесь табачка такая очень усредненно печенистая, я бы сказал. Вот это вот, ну, я немножко... Да, она со свастинкой вот идет. Это вот похоже, знаешь, на руян, собственно говоря, даже карамель не больше, а не на печеньку чует. А почему нет? В общем-то, руян всегда отличался ореховыми вот этими нотами. Да, но вот здесь вот именно выпирает характерная карамельная сладость. Вот, и если честно, мне бы табака даже, наверное, больше хотелось. Табака и орехов, помимо вот этой сладости. Я не знаю, ты как, то у нас вроде паришь вот такие вот, ну, какие-то странные вот... Мне вообще попкорном отдают. Неожиданно. Серьезно. Ну, кстати, да, если так разбираться, там, видимо, масло, это на котором отожарили... Солнечное. Может, оно тебе попкорн напоминает, я не знаю. Ну, в целом, как бы, да, да, нет, нет. То есть, вообще, съедобно. Я не пробовал пока, поэтому ничего сказать не могу. Блядь, ей-богу, подкорн, простите. Вот этого, знаешь, блядь, ей-богу, это просто ваналы истории надо внести. Ну, чего уж сразу, ваналы-то... Что за проктология, это папиро вообще сразу тут, вот здесь? Я не думаю. У него, там, мысль. Ты, там, хоть в мою сторону выдох. Дуй. Интересно, как оно на запах? Вкусненько. Оно запах вообще похоже, как на вкус. Ну, не совсем. Оно на запах, кстати, почти нейтральное. То есть, что-то есть в запахе такое? Запашишный кретинизм? Да нет. То есть, есть, ну, как бы, понимаешь, это на запах, вот, не латакия, да, которую там, в параллельном сериале смотрят. Ты специально, да? Ну, да, серьезно. Потому что, вот, а то атаки пахнет, там, базар-вокзалом, вот этим вот всем. А здесь, ну, на запах такой нормальный, благородный, что-то, что-то вот там есть. Благородные что-то. Благородные что-то. Да, но при этом отвращение не вызывает. Слушай, микс хороший. Я сейчас еще чуть-чуть попробую. Мне надо один момент уяснить для себя, прежде чем высказываться. Так, уже интересно. Я даже боюсь спросить, какой. Ну, так, гипотетически хотя бы. Что, завали, да? Нет. Я понял. Так. На самом деле, это интересная жидкость. Я вот прямо, знаете, вспоминая вкус фисташкового мороженого Баскин-Робинс. А знаете почему? Потому что оно такое красивое, фисташковое, но там очень мало фисташки, и послевкусие миндаля. И вот здесь у меня вот эта вот табачная составляющая, которая в этом миксе, она у меня именно в миндаль уходит. Потом уже где-то на послевкусие я чувствую чуть-чуть горчинки, вот как бы вот именно табачности. А так, это вот сладко-соленая, скажем так, часть, это именно фисташка, а потом вот эта вот кислинка, которую табачная арома, видимо, дает, она вот для меня это миндаль. И для меня вот это вот все-таки Баскин-Робинс фисташка. Ну, я понял, на самом деле, твои ассоциации, хоть я с ними не совсем согласен, но я их понимаю. Вот. Ну вот насчет попкорна я не согласен. Я не чувствую попкорна. Ну, ты же понимаешь, у всех свои восприятия. Там, где ты действуешь опилки, свежее спиленое дерево, я чувствую говно. Так что, конечно, как торн. Ладно, давай поедем дальше. Кастард табако. Ты полагаешь, что заварной крем с табаком, да? Да, и с ванилию. Одно из идеальных сочетаний вкусов на все времена. Ну, идеальным я его, конечно, не назвал на все времена. Ты знаешь, забавно, что здесь табака хер да маленько. Я бы сказал, что фисташки тоже. Фисташки, они чувствуются своей горечью, понимаешь? А вот тут я бы сказал, что это классический ванильный заварной крем. Табачки здесь настолько минимальная составляющая, что вот из фразы кастард табако можно смело вычеркивать, короче, табаку, да, и оставлять чисто кастард. Потому что он очень похож на кастард от Тиджуса на самом деле. На колонну? Да, на колонну кастард, который. Очень близкие вкусы по своим вот этим характерным составляющим, по своим новкам вот основным. То есть, я не знаю, Тиджус, наверное, тогда можно смело к табачкам вот этот колонну кастард причистить. Кстати, это очень смешно, но у Тиджуса есть замечательная арома Black & Blue. Ну? Вот. И на замечательном сайте L'Eppetit Vopator в французском, ну, наши подписчики про него знают. Ну, я надеюсь. Ну, да, в общем, неоднократно его упоминали, и всех туда посылали. Ну, в общем, если вы не знаете, знайте, он прекрасен. Вот. Так там Black & Blue в табачках. Да, я как-то раз пытался его найти, и не мог найти. Потом спрашиваю, а где Black & Blue-то? Ё-моё, мне такие, ну, ты чё, ну, вот же он в табачных вкусах. Ну, действительно. Самый табачный вкус из тех, которые я пробовал вообще. Да. Учитывая, что это по факту лакричная конфета со смородиной. Вот именно. Ну, что? Вкусненько. Кремушек. Ладенько. Сладенько. Я даже кремушек зацепил в какую-то ригу. Он напоминает мне пончик. Ну, кстати, да, слушай, это прям такой жирный заварной крем, классно. Прям, да. Окей, табачка где? Нигде, здесь нет. Вот, я в том, что ни единого намёка, я бы сказал, тут не имеется. Кремушек вкусный. Нет, как сам заварной крем, вопросов никаких. Говорю, у тебя джууса ровно то же самое есть. Нет, вот что-то знакомое. Вот у тебя джууса, да, очень похожий вкус. Я бы сказал, перекликается. Ну, да, я здесь тоже табачки не чувствую. Ну, окей. Сам по себе вкусный. Не скажу, что это плохо или хорошо, но это прям хорошо. Ну, значит, оно и было, скорее всего. Ну, не знаю, табачкой тут не пахнет, поэтому... Нет, ну, все, кто любят кастарды, вот это вот очень хороший, жирный, вкусный кастард. Да, да, согласен, вообще отлично. Самбука. Вот это опасный вкус. Анис, клубника, фрукты и морозная свежесть любителям аниса, абсцент самбука, раки. Я, конечно, дико извиняюсь, да, с какого перепугала у нас в самбуке стала клубника вообще появляться? Ну, так. Коктейль. Так, господин бармен, расскажите мне про какой-нибудь, пожалуйста, коктейль с самбукой и клубникой, а? Берешь самбуку и... А, я понял. И кидаешь туда клубнику, да? И смузишь туда клубнику. Не, ну вот насчет клубники не знаю, я вот, я бывло сельфошное, я, честно, я не знаю, какая самбука на вкус, сам коктейль никогда не пробовал. На самом деле на самбуку это похоже, я тебе так скажу. Причем, что там края клубники-то, простите? Фрукты и морозная свежесть. Морозит, свежит. Видывал я морозную свежесть и посвежее, давай так. Луничкой пахнет химозненько. Что, не айс? Честно, мне вот этот вкус прям не алё. Я поясню, погоди, 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 стоямба. Ты знаешь мою нежную любовь к анисовым вкусам, да? Что я вот их эпизодически на них сажусь и как наркошка, короче, сижу и пару все вот, анизывая вот это все. Это ты мне рассказываешь. Ну да, действительно, о чем я. Тоже что ли Аниса дрочь? Да, Аниса еб, я бы сказал. Аниса еб. Анфиса. Короче, на мой взгляд, это вполне себе чистая самбука. Холодка тут не то чтобы очень, он скорее здесь именно анисовый холодок, вот этот классический, да? Фруктовая подружка, там она как бы есть, но как бы толку с неё чуть менее чем ни хера, на мой взгляд. Хотела бы вам сказать, что даже ничего, но потом до меня дошла вот эта микстура. Я не вижу эту микстуру, это фу. Ты где-то рядом с Латакией и вокзалом. Фу. Хочется, как джектерить и пасту просто выдавить в пасте. Да я ненавижу с ней нормально. Нет, стоп, 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 стоп. Ты помни, да, что я, в общем-то, к Анису хорошо отношусь. Но мне здесь непонятен просто принцип составления вот этого вкуса в данном случае. А мне понятен. Не, ну клубничка там точно чувствуется. Клубничок там стопудово не намерен, а Анисовый. Да, ну, возможно, совсем чуть-чуть холодка есть ещё, потому что Анисовый холдок, он сразу проходит. А вот если чуть-чуть ментола или хиллера добавить... Это перечная мета, скорее даже. Может быть. Потому что она вот здесь у тебя остаётся, но тут у тебя маслянистая. Вспомни, как они назывались-то? Тоже с нашего незабвенного лепетита. Так. Ромки-то. Солюбаром? Солюбаром. Ну, ещё. Годомасло-то от них. Ну, вот такая же бодяга с маршиной. Очень похоже, да. Ну, я как бы понимаю общий принцип, я просто не понимаю смысла до конца. Вот как бы зачем этот вкус вообще существует? Ну, кому-то зайдёт. Не спорю, но... Ну, не нам. Мне нет. Ну, вкус как вкус. Я просто любитель Аниса, мне в принципе... Ну, это Анис с клубничкой. С маленькой химозенькой. Клубничка чувствуется. Ну, да, да. Хорошо. Пойдём по Анису дальше. Цитрусовый Анис. Цитрусовый Анис. Ну, тут как бы то, что есть. Вообще вкус снял с производства. Мне просто удалось его дёрнуть у Артёма. Поэтому мы его и пробуем. Вам придётся с этим смириться. Мы попробуем, но ничего не скажем. А вот это зашибись. Вот это прямо идеальный вариант. Опять же, ты знаешь, мою любовь к цитрусовым вкусам в последнее время. Так же, как у меня. Да. И вот здесь вот практически идеальное сочетание цитрусовых с Анисом. Оно при этом вот обладает вот этим вот Анисовым характерным холодком, но бесперечно мятой. То есть вот здесь он практически не встаёт. И отличная цитрусовая подложка на фоне этого всего. Я прямо это, ай лайк. Сейчас Василиса, ну, я чую, скажет. Не, ну смотри, матов пока не слыхать. А ну это радует, да. Не иллюзорно. Ну, к сожалению, я у вас такой оппонент так себе, потому что я не люблю ни Анис, ни Санбуку. Ну, что что делать-то? Не в атаке. Опять же, да, не базар-вокзал. Вы знаете, куда меня звать просто. Конечно. Как что-нибудь хорошее, так Вася. Как что-нибудь херовое, так Василиса. Ну, вы же у нас этот самый, доктор Джекел, мистер Хайт. У вас вообще, когда вы кто-то появляется. Один говорит вкусно, второй говорит говно. Ну да, типа того. Да, и наоборот. Ну, так все и подумают, что я гамыра какая-нибудь. Ну, что ж сразу. Так все и подумают, что ты на самом деле и есть Вася. Не, ну тут я хотя бы сразу поливаться не понесу. Это уже интересно. Ну, тут цитруситель мне напоминает то ли какой-то леденец, то ли какую-то газировку. Газировку это напоминает. То ли какая-то мороженка из детства химозная. Не, это больше напоминает какую-то газировку. Я тоже въехать не могу какую-то. Да вот это вот на зеленой бутылке, которая какая-то лайм, лимон и еще что-то было. Да, похоже. Но при этом тут как бы вот они своя составляющая просто чуть больше выпирает. Да, да, да. Вот без нее было бы вообще прекрасно. Вот что-нибудь другое вместо нее и очень даже... А вот у меня по ощущениям это, как ни странно, с Алюбаром, который их, вот этот Snake Oil V2. Ну не знаю. У меня Snake Oil V2 где-то болтается до сих пор. Он совсем не такой случай. Да? Я тебе гарантирую. Что там это было? Ну вот, мне, если честно, саму-ка понравилась больше. И Попс Грин Манго. Жидкость, которая позиционируется как напоминающая Green Seduction It's Manga. Напоминающая. Вот абсолютно четко могу сказать. Она вот из той же оперы, как мы жидкость товарища Блэки, собственно, Мангог, обзирали. Она где-то перекликается с ней, на самом деле, в той или иной степени. Вполне возможно, что рецептура у них использует какие-то очень близкие компоненты. Да, это неплохая вариация на тему Green Manga. И, честно говоря, кстати... Опять Крин Манго отдают? Ну, естественно. Как любой зеленый манго, оно обязано отдавать укропам. При этом у Блэки, мне, честно говоря, она как-то даже больше нравится. Ну, дело вкуса. Я, на самом деле, Green Manga, вот этот вот, детсовский, я его парил очень давно. И очень, как бы, много в свое время его брал, там, по пол-литра. Очень интересно курить укроп. Мне он нравился. Давно не пробовал, сейчас попробую. То есть, фактически, у тебя сегодня 2 из 5, как-то более или менее, да? Да, вот первый воркоснике. Ну, серьезно, тогда был укроп и... Я бы сказал, что сельдерей. Овощи воды. Я еще когда вот мы Мангог пробовали, у меня была мысль, что сельдерей. Но вот... И тут она у тебя прямо укрепилась, я вижу, в сознании. Просто в Мангог, Мангог, он более сладкий, поэтому там это, как бы, вот, скрашивается вот это восприятие сельдерея, а здесь вот прям четко. Ну, да, это зеленый манго, да, вот здесь нет вот этой вот вяжущей кожуры и смолистости. Ну, просто обычный такой зеленый манго. Среднестатистический, я бы сказал, очень употребимый. Ну, учитывая, что вкусов зеленого манго на самом деле не так уж и много, если уж разобраться. Ну, по факту, да. Да, ну, тоже все в поисках зеленого манго идеально. Ну, да, я очень долго ищу и очень долго не нахожу. Не нашел, и очень долго не нашел. Да, я не нахожу идеала никак. Ну, вот это ничего, совсем. Ну, это классика линейки. Да. Итого. Два из пяти. Фисташка и крем. Да, фисташка и крем. У меня, пожалуй, вот тоже как-то фисташка, крем и цитрус-анис. Вот он такой вот оказался. Ну, вот у меня фисташка, крем и самбука. Ну, грин-манго мы вынесем за рамки, он как бы, ну, он просто есть. Ну, да, он есть. То есть, цитрус-анис тебе не особо, да? Нет, цитрус-анис мне скорее не понравился, а самбука мне понравилась больше. У самбука, она правда ничего, если бы не было вот этого, что тебя догоняет секунды через три, вот это вот, как будто ты реально самбуки выпил вот это вот. А так вкусненько вполне было, пока не догнало. То есть, аутентичность вкуса сохранена полностью, я вижу, да? Да, к сожалению, да. Вот эта фигня, которая в горле остается после коктейля, она все-таки есть, да? Ну, вот я лично точно почувствовала. Я не пробовала. Я прямо вот окунулась, мясного 16, я на первом курсе, я в говно. Когда я хлистала самбуку вот так вот, я после этого ее и не пью. Окей, ладно. Она вот прям по горлышку такая, вот это вот с маской. Что ж. Та всякие подробности. Что ж. Да. Что из этого всего, вот сто процентов можем рекомендовать, так это фисташку и кастард. Ну, естественно, надо быть любителем, да, подобных вкусов. Однозначно. Да, но вот нам они как-то вот всем троим прямо однозначно зашли. Остальные три вкуса тут уже сильно по желанию. То есть, понятно, что для самбуки и цитрус анис надо любить анисовые вкусы как таковые, да? Да, главное относиться достаточно просто к анису. Если вы анис не переносите, то и не пробуйте. Ну, да, это бесполезно. Он все такое же ужасное будет и не зайдет сто процентов. Ну, а манго это манго. Да, если вы никогда не пробовали гринманго от Дэдс, ну или попс, как написано на этикетке, то попробуйте. По крайней мере, опыт будет интересный. Ну, да. Может быть и даже зайдет. Да. Артему спасибо за оперативность, скажем так, в отправке заказов. Да, и нашу тормознутость в записи обзора про прощения просим. Да, собственно, обзор никто не обещал. Я так-то для себя брал. Это чисто моя инициатива. Та-дам. Да и ладно, было хорошо. Да, попробовали, высказались. Я думаю, что это клево. Ну и хорошо. Вам спасибо, что нас так недолго вытерпели и посмотрели. Всем счастливо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok